Здравствуйте, уважаемые ученики! Начинаем наш сегодняшний урок. Наша тема – объем пирамиды. Сегодня мы рассмотрим виды пирамиды, а также порешаем задачи на нахождение объема пирамиды. Сейчас мы видим треугольную пирамиду, а справа от нее четырехугольная пирамида. Затем пятиугольная пирамида. Разница лишь в прилагательном, который я использую в начале словосочетания треугольная пирамида, четыреугольная пирамида и пятиугольная пирамида. И, как вы уже поняли, скорее всего, это связано с основанием или с фигурой планиметрии, которая расположена на основании наших пирамид. Если основание пирамиды – треугольник, то пирамида называется треугольной пирамидой. Аналогично если четырехугольник, тогда четырехугольная пирамида и пятиугольная пирамида соответственно. И еще бывают правильные пирамиды. Правильные из-за того, что основания – правильные многоугольники. Например, если правильный треугольник, то есть треугольник, у которых все стороны равны, И все углы, соответственно, тоже равны по 60 градусов Тогда такую пирамиду мы назовем правильной треугольной пирамидой Добавим слово правильное в начале Соответственно, если в основании у нас будет находиться квадрат Или где-то, читая задачу в тексте, вы прочитаете правильная четыреугольная пирамида То это будет означать, что в основании находится квадрат Точно так же для правильной пятиугольной пирамиды Давайте вспомним, как мы находили объем призмы Или параллелепипеда Объем равняется площади основания, умноженной на высоту Так вот, объем пирамиды то же самое, только с коэффициентом 1 третья Точка, откуда берет начало наша пирамид, называется вершиной пирамиды В данном примере четырехугольник, который расположен снизу, у нас называется основанием пирамиды Так как наша пирамида четырехугольная, у нас есть четыре боковых ребер Ну и, конечно же, высота пирамиды Это кратчайший путь от вершины до основания Или перпендикуляр, опущенный из вершины пирамиды к основанию Давайте сравним то, что мы видели в предыдущем слайде с телами вращения Итак, объем цилиндра Также площадь основания перемножается на высоту цилиндра Объем конуса точно такая же формула, только с коэффициентом 1 третья Заметили сходство между конусом и пирамидой? Давайте условно назовем для себя их острыми фигурами И это будет означать, что у них одинаковые коэффициенты при нахождении объема То есть 1 третья умножена на площадь основания Площадь той фигуры, которая находится на основании данной фигуры И умножить на высоту Возникает вопрос Если у пирамиды на основании расположен произвольный треугольник То где будет находиться основание высоты? То есть в какой точке этого треугольника будет падать наша высота? Она будет падать на центр тяжести нашего треугольника Или точку, которая является пересечением медиан Медиана – это отрезок, который выходит из вершины треугольника И делит пополам в противоположную сторону Так вот, если нарисовать все три медиана, они будут пересекаться в одной точке И высота будет всегда падать на эту точку Но есть несколько других случаев Например, если задается такое условие, что у пирамиды все боковые ребра равны Или наклонены к основанию под одинаковым углом Вы видите, мы отметили углы одним цветом Это означает, что эти углы между собой равны То есть боковые ребра к основанию пирамиды наклонены под одинаковыми углами Или все три ребра между собой равны В таком случае высота будет падать на центр окружности Описаны около треугольника, который расположен на основании пирамиды То есть, если все три ребра между собой равны Значит, их проекции, их тени на основании тоже будут между собой равны А эти самые проекции являются радиусами Описаны около треугольника окружности Бывают случаи, когда апофемы пирамиды равны Апофема – это высота боковой грани пирамиды Этот треугольник расположен по бокам нашей пирамиды Так вот, их высоты называются апофемами для пирамиды Если все три высоты между собой равны Тогда высота нашей пирамиды будет опущена на центр вписанной окружности К треугольнику, который расположен на основании нашей пирамиды Почему же это так? Если три апофемы между собой равны, значит, их проекции тоже между собой равны Здесь мы вспомним теорему о трех перпендикулярах То есть, когда наклонная является перпендикулярной к некоторой прямой на плоскости То проекция данной наклонной на плоскости также будет перпендикулярна к этой же прямой Из-за того, что наши апофемы перпендикулярны к сторонам треугольника Тогда их проекции также будут перпендикулярны к сторонам треугольника Значит, это и есть радиусы А еще апофемы между собой равны Соответственно, их проекции тоже между собой равны А это и есть случай радиусов вписанной окружности Значит, высота будет падать на центр вписанной окружности Ну и еще один случай, который вы можете встретить для треугольной пирамиды Когда боковое ребро перпендикулярно основанию То есть, боковое ребро уже является высотой пирамиды Теперь, поняв все эти случаи, давайте решим вот такую задачу Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 12 А апофема 13 Найдите объем этой пирамиды Итак, высота пирамиды равна 12 Апофема или высота боковой грани Давайте выберем треугольник справа И нарисуем высоту данного треугольника Высота это кратчайший путь от вершины к противоположной стороне Или перпендикуляр Эта высота равняется 13 Как мы уже говорили Если наклонная будет являться перпендикулярной к стороне Тогда и проекция наклонной на плоскости Также будет перпендикулярна К этой же стороне Теперь, мы также знаем, что высота падает под прямым углом Тогда мы видим вот такой прямоугольный треугольник Для которого мы можем выяснить, чему равняется вот этот катет Теоремой Пифагора Обозначим этот катет за х И выясним, чему равен х по теореме Пифагора Итак, х в квадрате равно гипотенуза в квадрате 13 в квадрате минус 12 в квадрате Можете выяснить, чему будет равен 13 в квадрате, 12 в квадрате Затем отнять и получить х в квадрате Но здесь я вижу формулу разности квадратов А в квадрате минус b в квадрате Значит, я могу разложить на две скобки 13 минус 12 И такую же скобку со знаком плюс 13 плюс 12 В первой скобке у нас получается единица Во второй скобке 25 Единицу умножить на 25, получим 25 Х в квадрате 25, значит х будет равно 5 Если наш х равен 5, то продолжение тоже будет равно 5 Вспомним, что у нас правильная четырехугольная пирамида Что означает, основанием пирамиды служит квадрат А у квадрата все стороны равны И мы только что нашли х Или отрезок, соединяющий точку пересечения диагонали квадрата С боковой стороной, которая падает под прямым углом И этот х равен у нас 5 Соответственно, это и есть половина стороны квадрата Значит, сторона квадрата будет 5 плюс 5, либо 10 А если мы знаем сторону квадрата Тогда мы можем найти площадь квадрата По формуле s равен a в квадрате Или 10 в квадрате То есть у нас получится 100 квадратных единиц Теперь мы ищем объем пирамиды Объем — это 1 третья площадь основания умноженная на высоту Площадь основания у нас равняется 100 Значит, получаем объем 1 третья умноженная на 100 Умноженная на высоту пирамиды Что равняется 12 12 и 3 сократим Получим 4 4 умноженное на 100 400 уже кубических единиц Это будет объемом пирамиды Следующая задача Найдите объем правильной треугольной пирамиды Если все боковые ребра наклонены к плоскости основания Под углом 45 градусов А медианное основание равна 6 корней из 3 Еще раз отметим Наша пирамида правильная, треугольная То есть основание — правильный треугольник Треугольник, у которого все стороны равны Все углы равны по 60 градусов Также нам известна медиана основания Которая равна 6 корней из 3 А медиана у правильной треугольной пирамиды Совпадает с высотой и бисектрисой То есть 6 корней из 3 Это не только медиана, еще и высота Теперь мы можем обозначить Эту половину основания данного треугольника За А, так как данная медиана делит сторону пополам Справа у нас тоже будет А Значит, сторона треугольника получается у нас 2А Если это и высота, помимо того, что медиана Мы потеряем пифагора, можем вычислить, чему равняется А А для этого нужно возвести в квадрат гипотенузу То есть 2А возвести в квадрат, получаем 4А в квадрате Минус квадрат нижнего катета, А в квадрате И приравнять все это 6 корень из 3 в квадрате 4А в квадрате минус А в квадрате Получим 3А в квадрате 6 в квадрате 36 и корень из 3 в квадрате просто 3 Сократим тройки или с двух сторон разделим на 3 Получается а в квадрате равно 36 Понятно, что а равняется 6 Тогда 2а или основание нашего треугольника равняется 12 Теперь мы можем найти площадь такого треугольника Через высоту и основание Да А также мы могли найти площадь правильного треугольника, если помним формулу А в квадрате умножить на корень из 3 делить на 4 Но давайте пойдем через высоту и основание Это классическая формула площади треугольника, которую вы знаете еще с 8 класса С треугольник или с основание пирамиды Равна 1 вторая умноженная на высоту нашего треугольника 6 корень из 3 умноженное на 12 основания треугольника Ну и давайте сократим 6 и 2 получим 3 3 умноженное на 12 получим 36 корней из 3 Это площадь основания Напомню, что мы ищем объем пирамиды А объем это есть 1 третье S основания умноженное на высоту S основания мы уже нашли Нужно теперь найти высоту пирамиды Высота падает на точку перечения медиан Или у нас правильная треугольная пирамида Поэтому данная точка будет также центром вписанной и описанной окружности Около этого треугольника Также нам известно, что боковые ребра наклонены к плоскости основания под углом 45 градусов То есть вот это боковое ребро наклонено к основанию под углом 45 градусов Здесь угол равен 45 градусам Так как это высота, здесь у нас прямой угол Теперь вот этот верхний угол нашего прямоугольного треугольника также будет равен 45 Почему? Потому что сумма всех трех углов любого треугольника должна быть равна всегда 180 Теперь если эти два угла между собой равны Тогда это равнобедренный прямоугольный треугольник Значит, вот этот отрезок равен высоте А этот отрезок и есть кусочек медианы А все медианы в точке пересечения всегда делятся в соотношении 2 к 1 То есть здесь 2х, а здесь х Все-таки нужно найти Теперь вся медиана или 3х равно 6 корней из 3 Отсюда х будет равно 2 корней из 3 Тогда 2х, либо тот отрезок, который нас интересует Он равен 4 корней из 3 Значит, это и есть высота Так как, напомню, что наш треугольник равнобедренный Теперь подставим все найденные значения в нашу формулу Получаем 1 третье Умноженное на площадь основания или 36 корней из 3 Также умноженное на высоту или 4 корня из 3 Корень из 3 на корень из 3 будет 3 И эта тройка сократится с тройкой вот здесь знаменателя Получим 36 умноженное на 4 или 144 кубических единиц Это и есть объем нашей пирамиды Уважаемые ученики, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок Желаю вам всем полезных знаний Спасибо, до свидания Субтитры подогнал «Симон»